время 13 часов 36 минут проверка показаний на месте возобновляется поясните пожалуйста куда мы прибыли там все что я говорил что действительно было так можно даже в чем-то еще и больше скрывать мне нечего тут скрывать если это оно происходило там все это с нами было от этого никуда уже не денешься человек которого изнасиловали он будет читаться низкого социального статуса с этим человеком уже потом могут сделать все что угодно максима много людей таким образом пострадала я скажу больше чем признанных потерпевших намного больше у каждого свои какие-то тараканы в голове кто-то побоялся говорить кому-то еще оказали какое-то давление ну вообще-то тюрьма вообще-то ты мужик вообще-то ты как-то должен за себя постоять и не должен смиряться сам понимаете в чем проблема это уже вошло так знаете систематического этой системе я допустим первый раз я попал в силу один десятом году там это уже все было насколько мне известно первые разы началось там это вся разработчики эти активисты и тому подобное пресс-хаты с 2007 года и по сей день там продолжают сейчас на данный момент там все равно эти же лица которых обвиняют сейчас попутно вся очень вольготно чувствуют в тюрьме показывают давление тому подобное это тюремная роба думаю среди жителей региона найдется немного людей которые даже ради интереса хотели бы ее примерить в то же время сегодня в местах лишения свободы на территории иркутской области находится 15 тысяч человек практически население небольшого поселка есть режимные объекты в иркутске это сезон номер один о необычном месте где высокий забор является главной достопримечательностью расскажем в рубрике новости нашего района иркутского сизо измеряется веками перешли в наше время и некоторые правила содержания подозреваемых в преступлениях каждый день под следственным положены прогулки они длятся не меньше часа гуляют обвиняемые вот в таких двориках площадью 24 квадратных метра они даже сверху огорожены решеткой около ста лет назад по этим двориком гулял адмирал колчак чуть позже его супруга в советское время иркутское сизо было одним из семи учреждений в стране где приводили в исполнение смертную казнь потом он задрал так ноги зажал получается и иголки начал высовывать большой палец и крутить там и в средний палец ну и тоже крутить так продолжалось эти избиение ну последовательно там суставы выворачивание отбивание пяток в течение четырех часов сизо очень строгий распорядок упоследственных расписан практически каждый час например сейчас пол двенадцатого по расписанию может быть визит к врачу наследственные действия прогулка и свободное время так последили получается на порточки в одних трусах также надели пакет наглого черную из-под мусора пакета сказали сиди так я сидел где-то минут 30-40 потом пока я сидел завели еще макаров максим ну и над ним начали там тоже производить такие дискуссии что конкретно делали как я понял убивали пятки ну естественно у них уже задача поставлено что от меня допустим требуется в нашем случае проводилось незаконное дознание так скажем конкретно выбивались нас показания по массовым беспорядкам в исправительной колонии номер 15 содержится более тысячи осужденных статьи в основном тяжелые а потому на свободу многие выйдут не скоро несмотря на суровый вид местных обитателей жизнь по крайней мере в этой колонии серьезно отличается от той что показывают в художественных фильмах конечно не санаторий но и не гулаг человеческие условия для заключенных по большому счету заслуга отдела по воспитательной работе люди обращение опять сека 15 город ангарск иркутская область беспредел мусорской бьют всех все вскрытые ничего не помогает горит вся зона посмотрите помогите нам чем-нибудь спецназом напомним бунт в одном из учреждений гуфсин произошел весной 2020 года в ходе инцидента пострадали 18 человек в числе которых сотрудники ведомства участники беспорядков совершили поджог нескольких объектов промышленной зоне объем уголовного дела составил сто восемьдесят пять томов в связи от заключенных добивались признаний в том что они организовали или участвовали в бунте в ангарской колонии признание буквально выбивали из них разработчики другие осужденные которые как правило действуют по указания администрации исправительного учреждения методы перповки там разные меня тоже они пытались перповать говорили что самые крутые эти разработчики что давай работай на них езди по камерам узнавай слушай подслушивай потом и передавай вот такие вербовки происходили 11 апреля 2020 года связи с массовыми беспорядками был доставлен сюда на сезон один после того как привезли с этапного бокса завели вот в эту камеру при заходе в эту камеру находились у здоровых одного знака горьков денис прозвище болит 2 во все называли иванович прозвище махмуд мы с ними также помогали следствие стас какой-то по раньше прозвище то они меня потащили вот сюда валялся вот раз сюда все махмуд лег на этот матрас и начал там колотить по голове всякое разное колотить так по корпусу подождите по голове как вот так движениями еще раз с кулака такими движениями отколачивать лопатки там вот эти места почки не почки плечи то есть суставы волик в это время подходил там но звали с этими разными словами там баба не баба там чем приехал сюда я должен был орать что я приехал сюда всю горло короче это продолжалось все скрики потом они задавали такие вопросы ну чё видел рассказывать что произошло в пк т по событиям на 15 чё видел часам делал потом кто избил сотрудника оперодела и к 15 пары дина александр александрович александровича и кто жжёг чё на промоке конкретно это интересовали вот эти вопросы зона сгорела просто вся цех обвалился вся промзона сгорела исправительную систему иркутской области давно лихарадит и сегодня стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении бывшего начальника колонии его обвиняют в получении взятки в крупном размере по версии следствия экс начальник и к 15 в ангарске получил от подчиненного ни много ни мало миллион рублей так работник учреждения пытался избежать увольнения за грубое нарушение трудовой дисциплины о каком именно нарушение идет речь не уточняется зато известно что для экс начальника колонии это уже второе уголовное дело должны были допустим вот в нашем деле я считаю должен вообще центральный аппарат заниматься делом ситуация подняла большой общественный резонанс тем более коррупционных моментов очень много замешаны сотрудники в сил должен должен был центральный аппарат следует куда далее следственным комитетом местному там я вообще не понимаю чего они там расследовали там даже вопросы я был следователь я могу лучше вопросы задавал скажите пожалуйста в момент когда с вами совершали насильственный действие сексуального характера осужденные где находились в камере либо и в камере в камере хорошо психу принесли веник ну и те же самые взыкуты он уже сделал это с веником также на веник что-то они мазали ну и так раз пять-шесть по рукоятке где-то туда вошло что у меня изгибал вот так ну я не мог потому что он втыкался в кишку и кишки там конкретно боль была я вот так все гораздо сгибался да в принципе было веник было так изолентой обмотан белые изоленты получается рукоятка обмотана знаете морально если даже физически уже дай бог у меня все зажило да морально я до сих пор психологически с этой ситуацией не могу справиться по такой переломку в жизни более я не первый срок сидел это был мой пятый срок это был самый тяжелый срок оно страшно причем максим я сам порой я вот сколько общаюсь да уже не первый месяц да не первый год я порой ну мне в голову не приходит спросить за что он сидел ну мне это зачем я вижу в нем человека арестанта который пострадал от пыток 90 и 2000 годы изолятор гремел на всю россию своими побегами в конце прошлого века здесь бежали сразу 18 человек а в 2002 сизо самовольно покинул уже осужденный преступник на данный момент это последний побег из стен изолятора осужденный отряды хозобслуги в мороз 35 градусов выехал в машине с мусором отыскали его практически два года задержали в ставрополе во время одной из проведения операции по антитеррору он там был батраком уже за кусок хлеба работал баранов пас в общем то он сам сдался правоохранителем для того чтобы вернуться назад себе на родину здесь получить то что заслужил но сейчас такое вряд ли повторится за передвижениями под следственных следят 600 видеокамер и больше трехсот сотрудников максим находимся вместе в гостинице значит максим участвует в судебных заседаниях я видел купление в суде человек настроен он мне сейчас сам говорит он освободился нам надо заканчивать это дело максим потерпевший в двух уголовных делах в одном где судят начальника макеева и его заместителя самару и второе большое дело по 132 насчет разработчиков сейчас кроме разработчиков перед судом в ангарске предстали двое сотрудников сезон номер 6 начальник смены василий луковский и замначальника отдела надзора дмитрий бараян в иркутске тем временем судят их коллег экс начальника сезона мир один игоря макеева и его бывшего зама антона самару он понимает насколько это важно он молодец ознакомился и до сих пор знакомиться с материалами уголовного дела внимательно вдумчиво порой такие вещи мне открывает которые я сам мимо пролистываю и не придаю значения ну просто много людей кто замешать почему-то до сих пор не сидят и они до сих пор продолжают работать но это камера производилась такие морально то есть нас тут строили говорили петь песни там катюши там жужу там чел вот это новая раз учили пели все это продолжалось или колотили там если не громко поешь сидели вот так первый садился вот так ну и так друг за другом так не ходили сидеть тут целый день с утра до отбора ну и там учили песню тоже в этом углу то есть нам раздавали бумажки насидели так паровозиком ну и ходил он постоянно голиков разгонялся прям там топнет по среднему спину там все горможные в стенку едут я сидел там всегда я обращался тут жалобами по 117 плюс дела до сих пор мы не можем добиться нам постоянно один и тот же оперативный сотрудник отдела полиции номер шесть всем по проходили в этой камере а там около 20 человек с 18 должны были признаны потерпевшими он пишет просто на тюрьму отсутствие состава преступления хотя там свидетели говорят туда галяева пытали да там допустим этого пытали то есть мы все находились в одной камере все нас пытались все подтверждают друг друга отсутствие состава преступления из-за того что он провел в течение года проверку основание этих материалов запросил слезу один карточку мою медицинскую и в карточке то что я в 2020 году когда нас туда привезли не обращался на основании этого согласно статьи 24 у пк отсутствие состава преступления представляете как они будут работать пока петр александрович представитель куда водил не зашел и поговорил с начальством с этим опера он только тогда пришел ему опять меня опросил взял с меня объяснение текст заявление приготовь чтобы у тебя уже к завтрашнему был под рукой вот недавно узнал что они по большому делу о массовых беспорядках привлокли туда чуть ли не целый тонком проматаны меня все еще нашли там ну мировая закулиса вот это вот все и периодически и хищники коварный преступный мир наймит и вот это вот все курьяна в одном лице дайте пожалуйста раз папа анна геннадий второе второе можно какой-то документ на основании чего вы проводите какой-то жалоба на вас дайте пожалуйста паспорт секундочку секундочку я не договорил жалобы рассматриваются в порядке фсс об обращении граждан либо что об обращении граждан жалоба от какого числа вот это главное оперативное управление они все-таки продуманы у них какая-то схема есть да какие свои соображения оперативные ну и вот они создают создали несколько очагов до несколько десятков очагов ну 89 регионов до в стороне как бы и вот пыточные регионы в основном пыточные регионы они в них эту жесть как бы и вот эту всю накручивают до держат постоянно из года в год вот эту жизнь для чего собственно я этим занимаюсь это архиважное дело мы прежде всего получаем опыт опыт как с этим бороться мы ну как бы мы видим все это в живую как происходит на что изгаляются те же самые исследователи которые с ними в одной связке как изгаляются псиновцы да что с разработчиками происходит ну это в общем на самом деле это такая вот книгу можно писать до инструкцию по предотвращению так скажем вот этих вот пыток я не знаю в том числе сексуального характера это важно даже тем кто еще на воле кто еще на свободе сюда не попал для них это важно кто даже не представляет себе в голове что он завтра послезавтра через год попадет туда и его не будет встречать не веник не швабра ничего отдать с ним будут более-менее нормально потому что потому что есть сумасшедшие правозащитники еще в этой стране остались которые могут приехать могут там адвокатов с адвокатов каких-то найти да что будет заходить делать адвокатский опрос добиваться возбуждения уголовных дел и не даст им сидеть на заднице ровно вот я сейчас даю вам паспорт для того чтобы пройти в открытое судебное заседание а вы мне отказываете причину каким то есть поступило указание в открытое судебное заседание пропускать по 5 человек правильно на приеме граждан у кого уточнить меня будет сейчас пропускать а вот скажите пожалуйста да да мы три команды я так я начал писать ваше заявление вам почитать или почитать сам почитать я Кульянов Петр Александрович прибыл в фокусе Владимир в Синроссии по Ирпутской области 14 сентября к 9 часам 40 минутам для присутствия на открытом судебном заседании имея при себе паспорт гражданин Российской Федерации также разрешение коллегии судей на присутствие на судебном заседании однако сотрудники выше указан учреждения на судебное заседание меня не пустили допустив лоббок любимый голос с неполном учения так да будем просто-напросто везде с Максимом говорить о том что везде пытаться достучаться и везде говорить о том что собственно вот это вот ваше ваше поведение вместе с судом и прокуратурой вот это вот она нас не устраивает вот Максим сам то вы мне то он был лишен какой-то помощи да вот он со мной вместе мы пришли на личный прием пожалуйста ответьте на наши вопросы ну надо как с этим будем бороться пока пока мы живем пока нас самих не посадили что Продолжение следует...